Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы будем говорить о чем-то масштабном, а именно о том, что уже в октябре этого года мы можем увидеть то, что называется черный лебедь. Черный лебедь это когда рынок делает что-то непредвиденное из-за неожиданного события в мире. Так, в 2020 году, как ты помнишь, биткоин упал как сумасшедший с 10 тысяч до 3 тысяч долларов за несколько часов. Почему? Потому что начались коронавирусные локдауны, и после этого биткоин перешел в самый настоящий бычий рынок и достиг новых исторических пиков. Это было время, когда многие люди были очень напуганы, они ушли из криптовалюты и пропустили бычий рынок. И самое удивительное, что здесь во время коронавирусного коллапса в марте 2020 мы очень резко обрушились с 10 тысяч 400 долларов до 3 тысяч 800. Но потом также быстро восстановились, а затем перешли в большой забег до 70 тысяч долларов за монету. Так что это был последний, самый важный крах на медвежьем рынке, который, можно сказать, и закончился на этом крахе. Такой сценарий вполне вписывается в этот анализ, который мы недавно обсуждали. А Си Зет, глава Бинанса, предупреждает о том, что рост биткоина не случится сразу же в день халвинга, и мы можем ожидать спекуляции перед халвингом. А новые исторические пики, по его мнению, исторически случались уже спустя год после халвинга. Но на этот раз, ребята, мы имеем дело с чем-то потенциально еще большим, чем коронавирус. Здесь мы имеем дело с чем-то еще более влиятельным и более зловещим. Но прежде чем мы перейдем к этому, не забудь поставить лайк. Это очень помогает видеороликам находить более широкую аудиторию, а мне находить мотивацию для создания таких объемных обзоров. Это отнимает уйму времени и усилий. Большое спасибо за поддержку. Персин Галф Ньюс пишет. Иран приглашает США на новую войну на Ближнем Востоке. Если США поведутся, их обанкротившееся правительство может ускорить свой упадок. Представь себе участие США одновременно в войнах на Тайване, в Украине, в Иране, в Израиле, на Корейском полуострове. Это скоординированная геостратегическая шахматная партия против США. Так что может ли что-то подобное 2020 году произойти? И здесь нам нужно быть немного серьезными, потому что мы говорим о серьезных вещах. То, что мы сейчас наблюдаем, во многом было предсказуемо, поскольку перед этим Соединенные Штаты уходили из многих регионов мира, включая Афганистан. Это было предсказуемо, поскольку мир замечает множество слабостей и пользуется этим. Иран пользуется этим. Я не удивлюсь, если и Китай воспользуется и сделает шаг на Тайване. Эти шаги, которые разные страны предпринимают против Соединенных Штатов и Запада, это что-то новое. Обычно это США инициируют различные конфликты, а кто-то другой на них реагирует. А здесь все наоборот. Теперь США вынуждены сами реагировать на войну в Украине, на войну в Израиле и потенциально на еще одну, на еще одного черного лебедя в Тайване. Поэтому я и говорю, что это потенциальный черный лебедь, потому что это что-то новое. Такие вещи предсказуемы, но в то же время они некомфортны, потому что они новые. Сейчас мы не знаем точно масштабов этого, как всегда и бывает с любым черным лебедем. Когда случился ковид, никто не знал, насколько масштабным он будет. Ковид. Некоторые говорили, что это будет как чума. То, что в Европе называли «черная смерть». Кто-то говорил, что ковид это всего лишь как грипп, а кто-то говорил, что это что-то среднее. Поэтому невозможно было понять, какое влияние пандемия коронавируса окажет на рынок в самом начале, и какое влияние она окажет на мир в первые дни. Но затем в течение полугода-года все стало ясным. То же самое происходит и сегодня. Знаем ли мы, насколько это масштабно? Нет, мы не знаем. Буквально завтра все может исчезнуть, прекратиться, все вернутся домой, и эта жестокая ситуация закончится. И тогда никакого краха не будет, но скорее всего будет рост. Но все равно это то, что мы должны иметь в своих расчетах. Когда мы смотрим на новый цикл, когда мы торгуем акциями, когда мы торгуем криптовалютами, когда мы просто-напросто находимся на финансовых рынках. Это одна из самых важных вещей, за которой нам нужно следить. Посмотри на это. 14 лет назад, когда был создан биткоин, Сатоши Накамото разместил эту надпись в блокчейн биткоина. Он написал «Канцлер на пороге второй помощи банкам». Он взял эту надпись из этой статьи. Но что еще было написано на одной из страниц этой газеты? «Израиль готовится вести танки и войска в газу». Так что, по сути, этот парень, Люк, говорит правильные вещи. Некоторые вещи не меняются, но некоторые вещи не меняются никогда. У него есть теория, что войны могут быть причиной для печати денег. Точно так же, как и пандемия. Опять же, мы точно этого не знаем. Мы не знаем даже 1% из 1% механизмов и людей, которые за всем этим стоят. Мы не знаем, кто дергает за ниточки и как все это работает. У нас очень примитивный взгляд на это. И поэтому нам нужно быть скромными и пытаться в этом ориентироваться. И это единственный путь вперед. Потому что другой вариант это сказать «это слишком сложно, я сдаюсь». Так развития никакого мы не получим. Поэтому давай разберемся, действительно ли это может привести к печати денег, как коронавирус в свое время. Я нашел хорошую статью об этом от Грегори Монорино. Она называется «Кризис ликвидности? Никаких проблем, просто начни еще одну войну». Сегодня мир переживает кризис. Кризис ликвидности невообразимых масштабов. Да, это правда. Мы находимся в состоянии постоянного дефицита. Деньги выкачиваются из системы. Все это происходит в рамках борьбы с инфляцией центральными банками. Нестабильность, которую мы видели на долговом рынке, тот же рост доходности американских трежерис, который потряс фондовый рынок по всему миру, это четкий сигнал, что система быстро становится неликвидной. В ней заканчиваются деньги. Вся мировая система стремительно становится неликвидной. У нее заканчиваются деньги. Да, несмотря на то, что мир переполнен постоянно и экспоненциально растущим долгом, у него быстро заканчиваются деньги. Именно поэтому им нужна новая причина – залить систему деньгами так, чтобы можно было объяснить электорату, почему они делают это во время высокой инфляции. И это будет продолжаться дальше. Миллиарды и триллионы долларов будут создаваться из воздуха. Но кто предоставляет эти деньги, откуда они берутся? Из какого-то волшебного ящика? Такого ящика нет ни у одной нации мира. Эти деньги одалживаются у ФРС США и других центральных банков, которые с удовольствием подсаживают всех на долговую зависимость. Так ответь мне на вопрос, а кто же здесь настоящий враг? Это центральные банки. Они заправляют это шоу. И это шоу будет больше. Они стирают целый средний класс по всему миру. Вместе с этим нефть выросла с 60 до 90 долларов, но после этого начала падать, что непозволительно. Давай поговорим об этом. Как же решить, хоть и временно, проблемы кризиса ликвидности и падающей нефти? Просто начать новую войну. И кризис предотвращен на краткосрочной дистанции. Но на длинной это сделает его только хуже в геометрической прогрессии. Поэтому нужна будет еще одна война, еще один залп третьей мировой, которая уже началась. И это будет расширяться все больше и больше. Вот уже много недель подряд мировые долговые обязательства стремительно распродаются, что приводит к росту доходности облигаций все выше и выше, что в свою очередь приводит в смятение мировые фондовые рынки. Нестабильность на долговом рынке усугубляется. И как бы это ни было странно, но война может по крайней мере на время внести стабильность на мировой долговой рынок. Стабильность на долговом рынке может стабилизировать и мировые фондовые рынки. Стабилизация любой ценой в этом выборном цикле. Даже ценой жизни. Жизни многих невинных людей. Вся мировая банковская система на сегодняшний день не платежеспособна, что стало результатом системы долговых обязательств с нулевыми резервами. Да, с нулевыми резервами. Многие люди до сих пор думают, что банки работают на системе, которая называется частичное банковское резервирование. Это когда они оставляют 10% твоего депозита на счету, а остальные 90% отправляют в ход. Инвестируют куда-то, например, в те же трежерис. Но нет, банки покончили с этим. Там больше нет даже 10% кэша, как это было раньше. Сегодня это только цифры на твоем экране. Вот почему крупнейшие банки изо всех сил пытаются накопить хоть какие-то суммы наличных на случай новых банковских атак, банковских паник. Они знают. Они знают, что грядет. Сама мировая финансовая система находится в спирали смерти, поскольку ликвидность в системе быстро испаряется. Инвестиционные банки за последние несколько лет вложили огромные деньги в низкодоходные долговые обязательства. И теперь наблюдают, как стоимость их портфелей исчезает по мере роста доходности. Когда доходность трежерис растет, портфели из этих трежерис у этих банков быстро теряют стоимость. Именно поэтому банкам нужно остановить кровотечение на долговых рынках. И речь идет именно про те учреждения, про те инвестиционные банки, которые имеют миллиарды долларов заемных денег, поставленных в сделки на высокие цены на сырую нефть. Им нужен способ поддержать высокую цену на нефть, поскольку спрос на нее падает. Неужели это все совпадение? Иран ведь нефтедобывающая страна, через его пролив экспортируется куча нефти, а банки лонгуют нефть. Долговые рынки тонут, нефть падает, рынки были закрыты до понедельника. Это что, просто случайно так получилось? На макроуровне, конечно же, самой большой проблемой является высыхание ликвидности в системе. И мы с тобой хотели бы увидеть падение цен на нефть, потому что более 6 тысяч товаров, которые мы используем каждый день, так или иначе, сделаны из нефти. И мы бы хотели увидеть падение цен на нефть, потому что и товары из нее стали бы дешевле, жизнь бы стала дешевле, жизнь бы стала проще. Этого не могут позволить центральные банки, которые управляют экономикой, финансовой системой, финансовыми рынками, которые контролируют поток информации. Это их игра. Все войны, в том числе и банковские войны. Теперь ты начинаешь понимать, почему биткоин так важен, почему я его так люблю, потому что я устал чувствовать эту удушайку от банков на своей шее. При полном кризисе ликвидности все кредиты останавливаются и система блокируется. Доступ к наличным деньгам на банковских счетах, любым картам, межфирменному кредитованию – все это останавливается. И для того, чтобы мировая финансовая система не остановилась, в нее должен вливаться все возрастающий поток долгов. И это никогда не сможет прекратиться. Долг должен постоянно заимствоваться в систему. И для того, чтобы система могла функционировать, необходимо создавать все новые и новые причины для продолжения работы этого механизма. Например, расширение войн. Чем не причина? Заметил, мы не можем жить нормально, у нас постоянно какой-то кризис. В школе мне говорили «кризис», в университете «кризис», сейчас «кризис», завтра «кризис». Теперь ты понимаешь, почему. Никакая другая деятельность на Земле не генерирует больше денежный поток в систему в виде заемных долларов, чем война, к сожалению. А что может быть лучше для поддержания высоких цен на нефть, если не война на Ближнем Востоке? Я предупреждал всех, кто следит за моей работой в течение многих лет, что они будут делать все, чтобы обеспечить приток новых долгов в систему и быть готовыми к этому. Эскалация и распространение войны, а также развязывание новых войн позволяет, по крайней мере, временно закачивать в систему больше ликвидности. После этой статьи эта новость звучит немножко по-другому, она заиграла новыми красками. Интересное совпадение лишь, что прямо сегодня госсекретарь США Блинкен удалил твит, в котором призывал к прекращению огня между Израилем и Хамасом. И я не вижу этому никаких альтернатив, кроме как твердые активы и твердые валюты, в число которых я добавляю и биткоин. Однако вернемся к люку. Вот почему я написал в заголовке этого видео о черном лебеде, потому что в этот нарратив также и вписывается то, что самые громкие коллапсы случались в октябре. Крах фондового рынка в 1929, черный понедельник в 1987 и, наконец-то, глобальный крах фондовых рынков во время финансового кризиса 2008. И сегодня, в 2023 году мы наблюдаем крах американского рынка облигаций, потому что доходность растет как сумасшедшая. Правительство не может занимать деньги, настолько не может, что им пришлось принять кратковременный законопроект о финансировании на 45 дней, уже меньше. Начинается таяние банков. В Великобритании, например, практически обрушился метробанк. Также инфляция начинает снова расти. Таким образом, нашей системе нужна ликвидность и нужна прямо сейчас, точно так же, как в 2019 году после того, как началась пандемия. Однако это ключевой момент. Нам нужно оправдание, причина для печати денег в тот момент, когда инфляция все еще высокая. Прежде чем начнется истерия, пишет Люк, да, война это плохо, да, смерть это ужасно, но нужно собрать больше информации, прежде чем эмоционально реагировать. Всегда думать об общей картине и о том, что мы можем контролировать. Беда в том, что в ситуации заинтересованы все стороны. Хочет ли Иран изменения мирового порядка? Безусловно. Хочет ли того же Россия? Ну, конечно. Хочет ли ФРС США печатать деньги? Конечно, и банки тоже. Жаль, что разменной монеты этого становятся простые, невинные люди. И единственное, что мы, как простые, невинные люди, можем контролировать, это отделение своих денег от государства. И мы можем принять участие в мировой, мирной революции, просто накапливая Сатоши, просто накапливая биткоины. Вот как все просто, это единственная вещь, которую мы знаем наверняка на 100%, с самой большой уверенностью. Мы должны взять под контроль наши деньги, увести их из-под ударов центральных банков. Мы должны взять под контроль наши собственные жизни. И одним из вариантов этого может стать биткоин. Теперь давай поговорим про краткосрочную и долгосрочную перспективу биткоина, а также про комментарии Илона Маска и Дональда Трампа. Здесь будет несколько очень интересных аргументов. Если посмотреть на коронавирусный дамп, он был просто адским. Падение на 50 с лишним процентов за несколько недель. Но поскольку это было началом печати денег, а оно было рекордным, это же и привело к росту биткоина после падения с 3,8 тысяч до 70 тысяч долларов. Практически 20 иксов после черного лебедя. Можем ли мы увидеть нечто подобное, когда биткоин, допустим, упадет до 20 или даже 15 тысяч долларов, а затем они включат принтер и мы начнем расти? Вполне. Мир меняется очень быстро. И еще неделю назад мы даже не могли представить, что будем говорить о таких вещах. Дальше Илон Маск высказал свое мнение в твите, который затем почему-то удалил. Позиция лидера Ирана Хаминеи ясна. На самом деле все, что случится, это повторение бесконечного цикла насилия и мести. Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом. А вот о чем говорит Трамп, экс-президент США. Он раскритиковал Байдена за то, что он дал Ирану 6 миллиардов долларов перед тем, как разожглась война в Израиле и секторе Газа. Нечестный Джо Байден только что согласился заплатить иранской диктатуре выкуп в 6 миллиардов долларов в обмен за заложников. Это очередная капитуляция Байдена и дальнейшее жестокое унижение США. Но еще хуже то, что это решение кажется чрезвычайно смертоносным. Байден выделяет 6 миллиардов долларов ведущему мировому государству-спонсору терроризма. Выкуп, выплаченный Байденом, будет немедленно использован для разжигания насилия и кровопролития на всем Ближнем Востоке и по всему миру, унося бесчисленное количество невинных жизней. Также гарантируется, что фанатичный иранский режим использует эти деньги для продвижения своей программы создания ядерного оружия, что поставит Израиль, США и весь мир под очень серьезную угрозу. По сообщениям, они находятся всего в нескольких неделях от создания ядерной бомбы, чего никогда бы не произошло при администрации Трампа. Трагично, что выплата выкупа Байденом также резко повышает вероятность того, что еще больше американцев окажется в плену в будущем. Поскольку Байден показал, что он готов платить огромные суммы, это означает, что похитители получат огромную прибыль. Другими словами, Байден только что назначил награду за голову каждого американского гражданина за рубежом. Под моим руководством мы вернули домой более 50 заложников со всего мира, и мы никогда не платили за это деньги. Мы сделали это с помощью дипломатии, мы сделали это с помощью силы, и мы сделаем это снова, когда меня переизберут президентом. Наша страна терпит крах, мы терпящая бедствие нация, но мы обернем это вспять и сделаем Америку великой снова. Это также признал и госсекретарь Блинкен. Еще немного про краткосрочную перспективу, которая тоже может привести к временному снижению цен на рынке. Великобритания внесла в черный список более 140 криптовалютных бирж, включая такие громкие названия, как Хобби и Кукоин. Отныне в Великобритании для работы криптофирмы должны быть зарегистрированы в регуляторе FCA. В противном случае им грозит потенциальное уголовное преследование. PayPal уже временно остановил криптотранзакции для пользователей из Великобритании, пока они не начнут соответствовать требованиям FCA. Bybit, криптовалютная биржа, тоже приостановила свои услуги в Великобритании, сославшись на изменения в законодательстве. Binance и Akex уже скорректировали криптооперации в соответствии с новым законодательством. Биржи будут предлагать только определенные продукты и услуги, которые соответствуют последним изменениям правил. К ним относится вывод криптовалютных и фиатных депозитов, спотовая и маржинальная торговля, площадка для торговли NFT и Binance Pay. Итого, на краткосроке можно сказать, что у нас есть потенциальное повторение «Черного лебедя» 2020 года. Такая возможность существует. То есть большого и резкого падения. И такого же резкого восстановления, а затем роста до новых исторических пиков спустя год после халвинга. Но стоит ли продавать свою криптовалюту сейчас? И тем более, стоит ли ее продавать на этом возможном падении? Я могу дать тебе подсказку. Когда точно нужно продавать? Вот такое яйцо построили в Лас-Вегасе. Реклама на нем стоит 450 тысяч долларов в день. Так вот, когда ты начнешь видеть регулярную рекламу криптовалют на этой сфере, вот тогда придет время продавать. Точно так же, как это было в прошлом, когда все монеты и биржи покупали рекламу на стадионах. Тот же FTX, например. По сути, это уже был пик. Так что следующий пик был рано, мы увидим на этой сфере. В буквальном смысле. И, конечно же, я сразу же скажу об этом у себя в Телеграме, ссылка на который в описании под видео. Ну и, наконец, я хочу поговорить с тобой про еще один фактор для долгосрочной перспективы биткоина, экономики, мира и фиата. Это искусственный интеллект, который правительство рассматривает как угрозу, если он попадет не в те руки. Поэтому сейчас идут большие дебаты о том, насколько искусственный интеллект должен быть открытым, а насколько нет. Основатель Shopify говорит, что нам придется бороться за искусственный интеллект с открытым исходным кодом прямо сейчас, ведь многие правительства, кажется, довольно далеко уже зашли в процессе нанесения ущерба своей экономике из-за чистого невежества и без какой-либо выгоды. Это очень важно, потому что правительством сейчас предстоит решить множество проблем. Одной из них станет постоянно растущая автоматизация искусственного интеллекта. Дело в том, что на Западе правительство тоже совершает большую ошибку, будучи враждебными к новым технологиям, что странно. Ведь единственный способ выживания многих стран, включая западные, это повышение производительности экономики. Почему? Потому что есть несколько больших проблем. Итак, первая большая проблема – это демография. Слишком много людей пожилого возраста, поэтому нужно выплачивать много пенсий. И работающих людей не так уж и много. Просто посмотри на распределение людей разного возраста. Работающие люди – это очень маленькая-маленькая часть. Следующая проблема в том, что этот факт подпитывает инфляцию. Да, печать денег тоже является фактором. Но еще одним фактором является низкая производительность экономики из-за демографии. Так как же это исправить? Проблема в том, что слишком мало людей производят и слишком много людей потребляет. Именно для этого нам нужен искусственный интеллект. Искусственный интеллект нам нужен, чтобы мы могли увеличить производство в 10 раз. Миллиардер Рэй Далио говорит, что искусственный интеллект приведет к буму производительности, а значит и к дефляции тоже. Поэтому Запад действительно должен как можно быстрее принять технологии, криптовалюту и искусственный интеллект. Даже криптовалюта, как глобальные деньги, может помочь справиться с инфляцией. Недавно я показывал тебе это видео Тюдора Джонса, который характеризирует биткоин как хедж от инфляции, но он не учел кое-что. Джонс достаточно умен, но еще не совсем осознал, что биткоин – это нечто большее, чем просто хеджирование инфляции. Он считает, что искусственный интеллект способен уничтожить биткоин. Интернет тоже вызвал бум производительности, но это не помешало Соединенным Штатам накопить долг в 31, сейчас уже почти 33, триллиона долларов и обесценить доллар. Дефляционный искусственный интеллект способен замедлить инфляцию, но 31 триллион долларов долга и дефицитные расходы подразумевают дальнейшее обесценивание валюты. Биткоин – это средство от обесценивания валюты. Таким образом, бум производительности от искусственного интеллекта, возможно, равняется буму биткоина. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!